И всем привет, ребят, с вами в Сарбанке, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен открытию контейнеров, долгожданному открытию контейнеров на нашем бездонат аккаунте. Спасибо всем огромное, кто поддержал предыдущую часть открытия контейнеров на этом аккаунте. И если в предыдущий раунд у нас было самое масштабное открытие контов, то сейчас я вам могу сказать, что у нас еще более масштабное открытие. В последнее время я стал крайне редко открывать конты на бездонат аккаунте, и соответственно у меня получается возможность накапливать безумно большие количества этих контейнеров. И сегодня настал тот самый день, когда мы вместе с вами откроем эти конты, потому что у меня, как бы это печально не звучало, но закончились кристаллы, которые мне крайне необходимы на сегодняшний день на этом аккаунте. Все это началось, конечно же, с броненосца, который я не могу поставить на 13-й шаг, у меня уже на 12 шагов качан этот замечательный модуль. И мне для него надо 250 тысяч кристаллов, на сегодняшний момент времени у меня 140 тысяч кристаллов. И я мог бы просто взять и открыть недельные контейнеры, и больше в принципе ничего не открывать, и оставить пока кри, но уже совсем скоро будут у нас скидочки на черную пятницу. А на черную пятницу мне нужны еще кристаллы сверху, конечно же. Поэтому я решил сегодня как раз таки записать этот видос, открыть конты, и понадеяться на то, что мне с них упадет хорошее количество кристаллов. Может быть какого-то еще интересного дробчика мне насыпят. Я в принципе был бы наверное таки не против, потому что здесь, как вы видите, у меня и более 70, даже 80 практически, да, или даже больше 80, сколько здесь, 50, 70. Ну грубо говоря, короче, почти 90 у меня ультракантов есть, 15-ка недельных и почти 300 обычных контейнеров. Все это дело мы сегодня откроем, поэтому обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам нравится открытие контейнеров, если вы хотите видеть их чаще. Мне будет очень и очень приятно, если вы все это дело, конечно же, поддержите, потому что в последнее время, как я уже сказал, открытие я записываю крайне редко. В свое время, наверное, чересчур много у меня этих контейнеров выходило, сейчас контента у нас в принципе довольно много всякого интересного, поэтому открытие выходит редко. Давайте начнем с как раз таки обычных контов, откроем эту 300-ку, открывать я их буду быстро, да, ничего, я думаю, что мы здесь медленно открывать не будем, даже ультракантейнеры. Все будем открывать крайне быстро, на ускоренном режиме, при том, что у нас 300-ка контов, на это понадобится, ну, потратить побольше времени, поэтому я надеюсь, что дроп нас тоже здесь порадует и что-нибудь интересное мы выбьем. Конечно, в приоритете кристаллы, ну, а там уже как будет, так будет, если, например, с ультракантов мне с красного дропнет лямчик, я буду безумно рад, потому что этот лямчик очень-очень сильно поможет мне в прокачке моего без доната. На все про все я считал, что мне надо около 4 миллионов, это было где-то полмесяца назад, сейчас, наверное, где-то уже около 3,5 миллионов осталось мне поиметь на этом аккаунте, чтобы прокачать новую пушку, новый корпус, докачать броник, докачать кризис и докачать гиперион. Вот, чтобы все это дело реализовать, мне надо где-то около 3,5 миллионов кристаллов, поэтому я надеюсь, что у меня удастся еще, ну, конечно, не 3,5, но немножечко заформить кристаллов с этих открытий контейнеров под черную пятницу, под определенные новые покупочки. Ну, и вам советую, если вы еще решаете, там, копить, не копить, там, тратите кристаллы где-то, знайте, что совсем скоро будет как раз-таки очень крутая скидочка, на которую нужно накопить как можно больше кристаллов и вам, и мне, чтобы все дело реализовать, приобрести и прокачаться. Бездонат в этом плане, конечно, живет и процветает как раз-таки за счет открытия контейнеров и получения дополнительных кристаллов. Первое золотое свечение, 100 тысяч крик, шикарно, шикарно, просто шикарно, это очень хорошо, что мне падает именно сотка, а не падает какое-то устройство, да, могло быть что-то интересное. В виде устройства, ну, по сути, все интересные устройства у меня на бездонате уже есть как раз-таки с предыдущего танка фонда, что на рикошет есть гелиус, что на гром есть вакуумные снаряды, что на теслу есть пульсар, что на скорпион есть рой, да, по сути, у меня все крутые устройства есть, мне все, что надо здесь, это просто иметь кристаллы на прокачку этих вооружений, ну и на докачку, конечно, еще дронов. Докачаю кризиса, докачаю гипериона, докачаю броника, плюс еще сверху придется приобретать новые резисты, резист от молота и резист от какой-то еще пушки, о, второй золотое, неплохо, тесла с оглушением падает, могла бы, конечно, и сотка дропнуть еще, сверху я бы тоже от нее не отказался, но ладно. И еще какой-то резист, я вот не помню, от молота я хотел рез, от гаусса, от гаусса, вот, от гаусса, от этих двух пушек я еще приобрету резисты себе, и в ближайшее время, как раз-таки на Черную Пятницу, планирую прокачать ареса грома. Да, планирую прокачать ареса грома, надеюсь, что к тому времени у меня уже и прокачка гипериона с кризисом будет получше, но если что, может быть, даже ускорим какие-то шажочки, поставим еще на Черную Пятницу. Все, конечно, зависит от того количества кристаллов, которые я буду иметь на своем аккаунте. Если количество кристаллов мне позволит все это дело реализовать, то я буду крайне-крайне этому, конечно же, всему рад, делу. Поэтому мне нужны кристаллы и как можно больше кри. Вот так вот мы всегда размышляем на нашем бездонат аккаунте, чтобы я на основе так говорил, знаете, что мне нужны там кри. О, сотка падает, кайф, 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 уже две сотки упало. Я бы никогда бы не говорил, знаете, там, что, блин, мне нужны кристаллы на основе, да, потому что и так все прокачано. Какие там кристаллы, там какой-нибудь лучший интересный дробчик увидеть. А здесь нужны кристаллы и как можно, как можно больше. Блин, трехсотка контейнеров так долго открывается, если честно, я думал, что они намного быстрее у нас откроются. Но по ощущениям уже очень неплохое количество кризисов мы плюсанули. Я специально не хочу смотреть, сколько у меня там кри, чтобы это было немножечко поинтереснее. Лолипапик мне падает. Ну, так, тысячоночки где-то плюсуются, где-то трешечки плюсуются, где-то десяточки, двадцать пяточки. В принципе, пойдет, пойдет. В принципе, неплохо. Плюс три, три, три уже. Три легендарочки упало. Это очень достойно. Для трехсот контейнеров это очень круто. Посмотрим вообще, сколько их упадет. Может, еще упадет. Легендарное. Это было бы очень и очень неплохо. Мне... У меня было где-то сто... Сколько там? Сто тридцать тысяч кризисов, если я не ошибаюсь. В любом случае, то любитель математики, любитель подсчетов. Можете в комментариях написать, сколько мне кристаллов дропнуло. За это открытие. Ну и насчет расходки. Тоже очень многие любят у меня спрашивать, как у меня дела обстоят с расходкой на бездонате. По сути, я ни разу, за исключением одного раза, я покупал аптечки на скидках. В первых периодах на своем аккаунте, да, я покупал 820 тысяч кри. 700 кри упало с 300 почтиших контейнеров. Очень хорошо. Я покупал один раз только расходочку, да, и то в маленьком количестве. Во всех остальных случаях вся расходка у меня была с контейнеров. И был такой вопрос у меня вчера на стриме по поводу того, думаю ли я, хватит ли мне расходки с кризисом играть на этом аккаунте. Я считаю, что вполне должно быть достаточно этого количества расходки, да, но в любом случае, если вдруг я буду видеть, что расходки не так много, у меня всегда есть возможность перейти на брута, да, поэтому, например, там на повышенных фондах я точно знаю, что я буду играть на кризисе, но в принципе я не так много играю на бездонате, да, чтобы здесь я считал расходку и чтобы я там говорил, что у меня там мало припасов. При любом раскладе я думаю, что припасы всегда у меня все равно будут. С открытия контейнеров должно быть достаточно получать этих припасов, ну и плюс еще челленджи. Если я покупаю боевой пропуск, то тоже сверху у меня эта расходка идет. Так, ну и теперь мы давайте откроем пятнашку недельных, чтобы у нас уже был практически лямчик 3, и потом откроем ультраконтейнеры. Хотел бы за все эти ультраконтейнеры в сумме попробовать зафармить, получается, сколько мне надо на прокачку броника, чтобы у меня лямчик остался, чтобы вот эта красивая была, знаете, такая циферочка. Если получится, то это будет круто. 250, то есть мне надо 280 тысяч ультраконтейнеров. Не знаю, зажрался я сильно или нет, но в любом случае, если такое количество кристаллов мне дропнет, то я буду рад, конкретно буду рад. Так, ну с чего открывать начнем? Давайте с троечки. Эта троечка, я так понимаю, была у меня... Нифига себе. Эта троечка была с как раз таки трансляцией, потому что по-другому у меня не могло быть именно три. Так, ну и давайте открывать сначала семнашку такую, потом семнашку, потом тридцать двоечку и потом шестнашку. Посмотрим, что нам преподнесут контейнеры. Преподнесут ли нам белое свечение, преподнесут ли нам красное свечение. Будет интересно посмотреть. Так, 20 тысяч крии упало. Пиолеток много. И золотое. Неплохо. Золотое, это очень неплохо. Краска приводы падает. И еще два конта. Минки. И здесь как кри. Неплохо. Пойдет. Пойдет. Лямчик есть. Лямчик в кармане. Так, кристаллы пошли. Но здесь надо, конечно, чтобы мне с золотого кри упали. С золотого кри упали. Либо с красного. Ну, с красного ляма-то, конечно, было бы супер грязно. Так, золотое еще одно. Краска звездопад. Неплохо. Если с ультракантов всегда будет падать. Оуу! Второе золотое. Еще одно. Нифига себе. Нормально золотые падают. Так, 32. Здесь у нас есть побольше шансиков. Ну, неплохо. Золотые дропают. Это уже хорошо. А то мне бывало, золотые вообще не падали. А тут прям и еще фиолет. Неплохо пойдет. Пойдет, пойдет. В принципе, пойдет. Мы можем, в принципе, сейчас еще посмотреть, сколько у меня осталось свечений всяких разных после этого открытия. Насыпало неплохо, так? Неплохо. Фиолетик 25. Пяточка заканчивается. И еще два конта. Минки и... Оуу! Туда его! С ласт конта 32-щики. Есть контактичек. И есть. При том, что у меня здесь фуловая жига. При том, что у меня здесь фуловая жига. Есть контактик. Есть контактик. Очень хорошо. Очень хорошо. Великолепнее. Пше, пше, пше. Просто бомбочка. Классная. Туда эту тушеночку. Просто туда эту тушеночку. Есть контактик. Я безумно рад. Вот вам и самое масштабное открытие ультра контов на моем бездонат аккаунте. Еще и с жигой демоник. Даже если честно, не так обидно, что упал не лям, потому что упал очень хороший красивый скин. Который реально достоин. Так, еще золотое. Еще одно золотое. Уточки падают. Так, ну и ласт конт. Броня. Шикарно. Просто щикарно. Просто щикарно. При том, что у меня жига фуловая. Фуловая жига теперь с демоник скином. Блин, он очень крутой. Этот скин, конечно, очень крутой, но мне под него надо какой-то корпус более, знаете, такой красивый. Так, в принципе, очень-очень крутой скинчик, который сочетается с какой-нибудь красочкой по типу там, по типу хэллоуинской какой-нибудь, но у меня вроде их нету, да? Какую-нибудь хэллоуинскую, знаете, красочку. Вот такую, как Вечность, например, да? Можно было бы одеть под дикожирочку с демоником. Я думаю, что это бы смотрелось бы супер круто. Ну вот, либо, например, с такой красочкой. Тоже мне она очень нравится. Прикольно, да, смотрится? Крутяк, крутяк, крутяк. Так, давайте просто пикнем в катку, дабы посмотреть, сколько у меня осталось дропа с контейнеров. Мне интересно посмотреть, сколько чего там осталось. Для этого надо просто запикаться в бой и ливнуть с него. Запикаться в боёчек и ливнуть с него. Запикиваемся и благополучно выходим и смотрим, сколько у меня чего осталось. Я рад, если честно. Такого, конечно, открытия. Так, ну, золотых ещё красок достаточно. Устройств ещё 10, 25, 26 устройств. С фиолетки здесь ещё тоже неплохо так дропчикса. И с синего, ну, здесь тоже немножечко красочек ещё осталось. Все эти устройства уже, в принципе, упали. В целом, как-то так, как-то так. Вот такое вот крутое открытие у нас получилось. Буду теперь копить ещё больше кристаллов на этом аккаунте. К сожалению, как вы понимаете, мне не удалось сохранить больше ляма кри. И мы сейчас ставим на прокачку, конечно же, наш броненосец. 250 тысяч улетает сходу. И летит мой броник уже на 48-й шаг. Ну, а так, конечно, ещё 850 тысяч кри заформилась. Очень неплохо, очень-очень неплохо, очень круто. Я сейчас, конечно же, спрячу эту жигу, чтобы её ни в коем случае не спалить на каком-нибудь стриме, когда буду выполнять заданки, чтобы никто вдруг не увидел её. Будем делать вид, что у меня ничего не дропало до как раз-таки выхода этого открытия на основной наш канал. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике моего личного тега, это тегтимпэ. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Как-то так у нас получилось. Я, честно, очень рад. Давно не было красных свечений, тем более на бездонате. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.